Начинаем. Есть у нас в группе такой сотрудник, Виталий Полянский, он раньше работал в Красном Кубе. И вот однажды по итогам какого-то проекта, его пригласили на чай, на завтрак к Анжеле Крецу. Ну, так это чисто условно называется завтрак. И там Анжела с сотрудников собирала идеи. И вот он предложил идею, что, дескать, в других компаниях есть программа лояльности. Вот почему бы нам не сделать какой-то там аналог накопительных кошельков в AVEN, давать им какие-нибудь баллы, чтобы они их накапливали, потом тратили. Вот так, в принципе, и родился проект, который вы, наверное, слышали. Это программа AVEN Bonus. И самое интересное, что в ней могут участвовать не только представители, но и сотрудники по своему S-номеру. Вот. То есть, это очень вам интересно, потому что я постараюсь вам за три минуты рассказать о том, как вы можете участвовать в этой программе и какие здесь есть для вас нюансы. Именно для сотрудников. Значит, основной принцип этой программы, что нужно размещать заказы три компании подряд. То есть, вы размещаете заказ в одной компании, в другой компании и в третьей компании. И уже в третьей компании, с этой третьей компании, потому что у вас есть уже первая, вторая и третья компании активности подряд размещали заказы, вы можете уже выбирать призы на заработанные баллы. Какой здесь есть самый важный нюанс? Что в отличие от представителей, которым нужно размещать заказ на полторы тысячи рублей, вам достаточно всего лишь на один рубль разместить заказ. Ну, то есть, чтобы у него была отличная базная расчета скидки. Вот. И, соответственно, баллы начисляются очень просто. Они равны проценту скидки заказа. У сотрудников, вы знаете, сейчас скидка заказа была, сейчас поднялась 31%. То есть, вы получаете 31% и, соответственно, за три компании у вас будет уже 90 баллов. И на них вы можете выбрать уже себе приз. Там, ну, что-то типа, например, либо набор какой-то, либо какие-нибудь коробочки духов и так далее. То есть, интересные призы. Продукция, которая используется в этой программе, это так называемый абсолесенс. То есть, это продукция, которая сейчас уже не продается в этологии. То есть, она может быть не самая новая, но очень большой ассортимент этой продукции. И здесь, хочу рассказать такой анекдот известный, значит, что сортировщик апельсинов жалуется, что у него очень тяжелая работа. Но работа заключается в том, что он должен брать там апельсины сортировать большой, там маленькие, средние. Вот. И спрашивают, а в чем проблема-то? Ну, бери, сортируй. А, говорит, проблема в том, что каждый раз, каждую, там, минуту, каждую секунду нужно принимать решение. Вот. В этом проблема эта работает. Так, в общем, значит, основная проблема вот этой программы в том, что у вас очень большой ассортимент подарков, порядка их 80, там, штук. И, соответственно, и вы, представитель, большой выбор. И такой парадокс, что людям проще не делать этот выбор и, сказать, я накапливаю баллы. Вот. Поэтому и только 70% знают о программе, только там из них половина еще тут же заказывает призы. Остальные предпочитают подождать. То есть, не делать выбор. Вот. Значит, какой основной вывод я хочу сделать, к чему вас призывать? Это размещайте заказы, небольшие, но регулярные. И, начиная с третьей компании, вы уже можете заказать призы. Я уже себе выбрал там набор на свои баллы. Милашка Барби называется. У меня уже дети за него передрались. Вот. И в заключении хочу рассказать историю такую. Значит, как-то в середине проекта вызывают менеджера проекта Екатерину Зобову, Анжела Крест. Там, ну, очередной апдейт. И говорит ей, значит, ну, она, как бы, в чем должен, как бы, генеральный директор это мотивировать людей, создавать команду. Она говорит, you are the mother, this project is your baby. Вот. Соответственно, я подумал при этом, что, наверное, там Виталий Паянский как-то придумал эту программу. Он, наверное, крестный отец. А я, наверное, так как участвовал в этом проекте. Не тот, кто родил, а тот, кто вырастил. Я, наверное, отец этого проекта. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.